Доброе утро, дорогие предыдущие! Слава Шире Павлопаде! Небольшое объявление. Мне недавно прислали около 10 минут назад это сообщение. Это было опубликовано в интернете. И Шива Рамасвами переслал это мне. Здесь говорится, Джайя Патака Махарадж пишет, «Мне сейчас нужна Ваша помощь». Я говорил, что сегодня утром чувствовал себя лучше, но это было после нескольких ягей, мое имя, возможно. Но сегодня днем я получил отчет, что вирус выигрывает, становится сильнее, и мне нужно стать действительно серьезным, чтобы победить в этой битве. Мне теперь нужна Ваша помощь. Я не знаю каких-то подробностей, хотя, наверное, после лекции я постараюсь позвонить и узнать ситуацию. Но, наверное, это значит, что он просит преданных продолжать свои молитвы. Наверное, количество вируса усилилось, что может произойти со временем. И врачи предупреждают, что с седьмого по десятый день болезни нужно быть осторожным. Я не знаю, когда точно он заразился, но говорится, что с седьмого по десятый день это период, который является переломным. Еще не все позади. Мое небольшое объявление и смиренная просьба преданным, пожалуйста, продолжайте молиться. Читаем приход к Бхагаватамриту. Том 2, глава 4. Есть сегодняшний стих. Кто-то мне подскажет? 144. Спасибо. Ом намо Бхагаватеи Васу-де-ва-е-ya Ом намо Бхагаватеи Васу-де-ва-е-ya Ом намо Бхагаватеи Васу-де-ва-е-ya Сахасравактра-сурьянду Ва-ю-ван-я-ди-ру-пана Чат-тура-буджа-ди-ру-пас-ча Тат-та-две-ша-ди-ру-пина Перевод. Некоторые приняли облик с тысячей лицами или обрели черты таких божеств, как солнце, луна, боги воздуха и огня. У некоторых было четыре руки или восемь, или двенадцать, или еще больше. И у всех разные одеяния, украшения, символы и другие атрибуты. Точно это тот стих с длинным комментарием. Шримад Бхагаватам 2.9.11.12 Жители Вайкунхи описываются как внешне похожие на Верховного Господа и имеющие тела разного цвета. Съяма-вадатта-сатт-патр-loчана излучающие сияние от тела обитателей Вайкунхи небесно-голубого цвета. Их глаза подобны лотосам. Они облачены в желтые одежды, и внешность их отличается необыкновенной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности. У них по четыре руки, и на каждом из них великолепные украшения, жемчужное жерелье с декоративными медальонами. Все они сияют. Цветом кожи некоторые подобны кораллу или алмазу, другие же тычинкам белого лотоса. Их головы убраны венками, на шею не гирлянды, а в ушах красуются блестящие серьги. В стихах со 144 по 147 Нарада описывает в некоторых подробностях это разнообразие тел, одеяний и так далее. Некоторые преданные вайкунтхи похожи на людей, ибо достигли сорупи, внешнего подобия с такими воплощениями Господа, как Шри Рагунатха. Другие выглядят как муни, уподобившись обликам воплощениям в образе мудрецов, таких как Шри Капиладева. Иные достигли сорупи с мамбантаро-аватарами, такими как Господь Сатья Сена или Господь Випху, и теперь похожи на полубогов. А кто-то принял облик риши, подобно Шри Парушурами, или рыбы, как Господь Матсья, или черепахи, как Господь Курма. Некоторые поклонялись Шиве или Браме, считая их представителями Всевышнего, и теперь явились в телах с тремя глазами или четырьмя головами. Другие стали похожи на тысячи окова Индру или Ананта-Шешу с тысячью головами, или Сурьо, или других полубогов. Лидические писания, такие как Аиндра-Шрути, то есть мантры, прославляющие Индру, поощряют подобное поклонение полубогам как представителям Верховного Господа. Из пятой песни Шримад-Багавата мы также узнаем, что жители Плак-Шадвипы и других областей планетной системы Бурлоги тоже поклоняются полубогам, например, Сурьи, считая их представителями Бога. Единственный способ попасть на Вайкунху — это чистая любовь, у которой нет иного объекта, чем лотосный стоп и Верховного Господа. Тем, кто просто поклоняется полубогам, никогда не стать жителем Вайкунхи, однако преданные, которые считают Шиву и других полубогов не отличными от Господа Вишну, достигают особого совершенства Вашнава. Вамана Пуране и других священных писаниях говорится, что такие преданные присоединяются к возвышенным спутникам Верховного Господа, которым поклонялись, либо на соответствующей планете данного представителя Всевышнего Диба, в некоторых случаях на Вайкунхи, где они обретают особое достояние этих полубогов. Вайкунхи-васи, чьи тела в точности напоминают трансцендентное тело Махапуруши, первого воплощения Господа Вишну, творящего материальный мир, это те, кто достиг Сарупи, поклонясь ему. У них тысячи рук, ног, голов и других частей тела. В тексте 144 два раза употреблено слово Ади и так далее. В первом случае оно указывает на то, что некоторые преданные на Вайкунхи принимают тела с обликом других полубогов, таких как Ямараджа и Арьяма. материальных представителей разнообразных личных энергий Верховного Господа. Во втором случае Ади говорит о том, что помимо обычных четырех руких тел, на Вайкунхе есть и другие с восемью руками, с двенадцатью и более. Ом Агнана Тимиранда Сиагинанжана Силакхая Чакшо Унминитам Дьяна Тазмай Шигураве Намах Мукам Кароти Вачалам Памгун Намгай Ате Гарим Яткрепа Тамахам Ванди Шигуранди Натаранам Намах Ом Вишну Падая Кришна Прастая Бутале Шимат Бхакти Vedанта Свами Ити Намане Намасте Сарасвати Деви Горавани Пачаране Нирвишеша Шанья Варипас Чачаде Сатаране Яи Ши Кришна Четанья Прабу Нит Ананда Ши Два Дагад Ши Вас Срегур Вакт Вринда Hare Кришна Hare Кришна 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 Hare 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 Рама Hare Рама 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 Hare Hare Last class we spent most of the time На прошлой лекции мы провели большую часть времени обсуждая последние наставления Шила Бхакти Сидданта Сарасвати Такура Мы не очень много обсуждали стихи из Прихад Бога Ватамрити Но те стихи, которые мы прочли на прошлой лекции описывали Нарадамуни описывали Нарадамуни как он отвечал на вопросы которые еще даже не были заданы Гопа Куймаром Мы говорили об этом качестве возвышенных вайшнавов таких как Нарадамуни что они могут отвечать на вопросы даже перед тем как они были заданы понимая что происходит в умах тех кто выглядит сбитым с толку и нуждается в ответах на свои вопросы что было в случае Гопа Куймара хотя он не был сбит с толку и обескуражен как это бывает с людьми которые обескуражены материальными привязанностями но конечно речь идет о материальной привязанности но Гопа Куймар был сбит с толку тем что он увидел теми личностями и теми событиями и достояниями которые он увидел войдя на вайкунху и то что он увидел что было достаточно чтобы повернуть его в благоговение и почтение но часто мы говорили что иногда это благоговение и почтение были сменялись спонтанностью которая была в его сердце благодаря его привязанности к Мадану Гопалу не только благодаря его привязанности к Мадану Гопалу но также привязанности к его конкретному типу служения и способу поклонения Ему. Мы много раз это обсуждали, и я не буду снова вдаваться в подробности о Его смене настроения между боли, или, вернее, между Его благоговением и почтением, и спонтанностью. Стихи, которые мы прочитали перед этим стихом, мы тоже их уже до этого обсуждали, в прошлый раз, когда читали. И, как я говорил, что я много лекций, буду просто читать эти стихи, потому что я не хочу повторять то, что я уже говорил, в прошлом, потому что мы в прошлый раз немножко забежали вперед и поговорили уже об этих стихах. Но есть некоторые моменты, о которых я не говорил. Поэтому я просто освещу те моменты, которые еще не освещал в прошлый раз, и я не буду все освещать, потому что тут много чего, особенно в сегодняшнем стихе. Это начало описания различных форм, которые Гопа Кумар увидел, и Нарада Муни будет сейчас объяснять ему, кто это, что это за личности, и почему он увидел их. И также он скажет ему, Гопа Кумару, об их трансцендентной природе, чтобы он не думал, что это материальные формы, или хоть в каком-то мере они материальные личности. Каждая из этих форм, которую ты увидел, это садчитананда, это вечная форма, полное блаженства и знания. И каждая из этих форм — это душа, достигшая совершенства, вечный спутник Господа, который принял это тело из-за предыдущего метода поклонения, благодаря какому он попал на Вайкунху. В большинстве случаев это так, не во всех, но в большинстве. И он описывает, что некоторые приняли тела людей, потому что они поклонялись Рагунатхе, Господе Рамачандре, кто приходит на землю как совершенный царь, как человек, Верховный Господь. Другие приняли формы Капилы. Те, кто поклонялись Капиле, они обрели тела мудрецов. Те, кто были муни, обретя Сарупью с Капиладевой, полубоги, обретя Сарупью с Манвантара Аватарами. Сарупь и Мукти – это, конечно же, одна из видов освобождения, которые преданные принимают на Вайкунхе. И это означает, что они обретают формы, похожие на формы Господа. Поэтому это объясняет, почему некоторые из них имели тела черепахи, кто-то принял тело рыбы. И также, в какой-то мере, это объясняет, мне кажется, почему кто-то, как Гопа Кумар, принял тело пастушка. Конечно, мы знаем, что это его вечная форма. Это форма, в которую он пришел из Матхуры. И именно поэтому он не хотел менять эту форму, несмотря на то, что мы предложили другую, потому что это было его поклонение, Мадену Гопалу. Конечно, у него не было формы Мадену Гопалу, но его форма на Вайкунхе, где он сейчас находится, это форма мальчика-пастушка. И, конечно, как мы знаем, эта форма останется с ним, даже когда он покинет Вайкунху и пойдет дальше, потому что эта форма соответствует его медитации и поклонению Мадену Гопалу. Он хочет служить ему как друг. Мы не будем в это сильно покружаться. В какой-то мере мы это осветили, но мы еще поговорим об этом в будущем. Но другая важная вещь, о которой я не говорил раньше, касается форм полубогу. Мы говорили о том, что на Вайкунхе есть полубоги. Мы слышали о Браме, о Шиве. Мы слышали о Биндре, о Чандре, о Суре. И мы должны понять, что эти личности – это совершенные преданные на Вайкунхе, как объясняет этот стих, которые поклонялись полубогам правильным образом. Я хочу подчеркнуть этот момент. Шила Прабхупада, конечно же, говорил об этом много раз. И когда мы слышим об этом, поклонение полубогам, мы думаем, подождите минутку, мы же всегда слышали, как Шила Прабхупада прямым текстом всегда объяснял, что особенно в Бхагавадгите, и также многие другие стихи Бхагавадгите объясняют. Кришна говорит, Шила Прабхупада говорит, и Кришна также, что те люди, которые поклоняются полубогам, они менее разумны. Но все же есть правильный способ поклонения Божествам, и здесь о нем говорится в комментарии. И также Шила Прабхупада написал об этом, и я хотел бы прочитать то, что связано с этим комментарии. Это написано в книге «Отречение через разум». И то, что здесь написано, и то, что здесь написано, дает определенное окошко в этой поклонении Божествам. Говорится, что в нашем мире все, большинство людей поклоняются Божествам, полубогам, потому что у них есть личные корыстные материальные желания, которые они хотят исполнить. И поскольку сейчас Кали-юга, в основном мы понимаем, что большинство людей поклоняются полубогам таким образом, и они поэтому менее разумны. Но тем не менее есть окошко. Как говорится в примере с Господом Шивой, он величайший Вайшнав, величайший преданный Господа, и те, кто поклоняются Господу Шиве, потому что они хотят обрести служение Господу, и они хотят обрести милость Господа Шивы, чтобы служить Господу. То есть Шива Прабхата об этом также говорит. Я прочту это сейчас из книги «Отречения через мудрость». Шива Прабхата говорит, «Хотя Господь Кришна равно относится ко всем, Он все же особо переживает о благополучии своих преданных». Как бы то ни было, не нужно делать вывод, что Господь непотистичен. Я никогда не слышал, чтобы Шива Прабхата использовал это слово. Непотизм — это значит, когда кто-то пристрастен к членам своей семьи, дает им преимущество какое-то, или своим друзьям. Мы знаем, что есть такие лидеры в определенных местах, которые имеют такую склонность. Нет нужды называть их имена. Но, тем не менее, Шива Прабхата говорит, «Нельзя считать, что Господь непотистичен». Как говорится в Бхагавадгите, «Как они предаются мне, я вознаграждаю их соответственно». Хотя преданные не имеют никаких желаний и ничего не просят, Господь всегда пытается, всегда исполняет все их потребности. Преданные всегда радостны, получая милость Господа, и нет никакого греха или оскорбления в том, чтобы принимать Его благословление. Здесь можно задать вопрос, почему только преданные Господа Кришны обретают Его обитель и трансцендентно попадают туда. В конце концов, полубоги — это просто энергии Господа Кришны. И шастры подтверждают, что энергия и источник энергии не отличны. Поэтому, почему не могут те, кто поклоняются полубогам, энергиям Кришны тоже попасть в трансцендентную обитель Господа? В ответ давайте вспомним, что говорит сам Господь Кришна об этом Богородгите. Те, кто поклоняются другим богам и с верой служат им, на самом деле они поклоняются только мне о Саин-Кунте, но делают это неправильно. Павлопада продолжает, что люди поклоняются полубогам, чтобы исполнить временные и материальные желания, но и в результате они получают такие же временные и материальные результаты. Но если человек поклоняется полубогам, сознанием, того, что они являются энергиями Верховного Господа, то такое поклонение считается авторитетным и постепенно такой преданный становится преданным Господа Кришны, Верховному Господу. Но если человек поклоняется полубогам, считая их на одном уровне с Господом Кришной, то такое поклонение не авторитетно, потому что Господь Кришна это Верховная Личность Бога, которому невозможно никто сравниться. Поэтому Господь подобен царю, а полубоги подобны министрам. Министр может сидеть на троне, но он не является независимым. Все его власть исходят от царя. Так что это за окошко? Шрива Парупада объясняет, что окошко в том, что можно получить пользу, поклоняясь полубогам, видя их не равными с Господом, но понимая, что полубоги это энергия Верховного Господа. И будучи энергиями Господа, они поклоняются Ему как энергиям Господа и как преданным Господа. с пониманием, что это поклонение в конечном счете предназначено для Господа. Таково правильное понимание. Такие личности, как Шрива Парупада говорит в этом комментарии. Причина, по которой я это объясняю, это очевидно, что я должен это объяснить. И то, что Шрива Санатана в Госвами объясняет в Прихад Бхагаватэа говорит, я должен объяснить, и они должны объяснить, они уже это объяснили, как так получилось, что на Вайкунхе есть полубоги. И как те личности, которые поклонялись полубогам, вообще попали на Вайкунху, когда говорится прямым текстом, что те, кто поклоняются полубогам, не имеют никакого права, совершенно не способны попасть на Вайкунху своим поклонением полубогам. Как же они туда попали? Это частично объясняется, что они попали туда, понимая, что полубоги неотличны от Господа в том смысле, что они являются Его энергиями, но не в том смысле они неотличны от Господа, что они являются Господом. это очень важно. Конечно, понимание анчинь-ябхеда-бхеда-бхеда-татвы состоит в том, что те, кто просто пытаются подчеркнуть единство и те, кто просто пытаются подчеркнуть различия, на самом деле это неправильное понимание. Самое правильное понимание это одновременно единство и различие. и полубоги являются энергиями Господа, но будущие энергии, и в этом состоит их единство, но они не являются Господом. Я слушал это совсем недавно, несколько дней назад, Шиллапраупада. Это то, что он говорит снова и снова, что те, кто поклоняется, те, кто это о тех, кто говорит, зачем вы поклоняетесь Господу в храме? Вы что, не понимаете, что он повсюду? И Шиллапраупада всегда на это отвечает. Да, если Господь повсюду, то, естественно, он и в храме тоже. Почему вы это исключаете? Если он везде, то он и в храме. Поэтому Шиллапраупада использует это как аргумент для тех людей, которые говорят, что все есть Господь, но мы понимаем, что мы не поклоняемся этому столу, этой физгармонии, этому дивану, как неотличным от Господа. Энергия едина с Господом, но отличная от Него. Точно так же полубоги — это энергии Господа, но они не являются верховным Господом. И те, кто поклоняется полубогам как верховным, как говорит Кришна, обиди пурвагам, они менее разумные. Но те, кто поклоняется им, понимая, что они являются преданными Господу, и, конечно же, те, кто поклоняются Господе Шиве, как Шива Павпада говорит в этом замечательном стихе Шимат-Бхагаватам. Есть парочка замечательных стихов об этом Шимат-Бхагаватам. Это четвертая песня, когда Господь Шива обращается к прачетам. Господь Шива дал им молитву, чтобы они повторяли эти молитвы, поклонялись Божествам, Господу этими молитвами. И Господь Шива был очень доволен прачетами и появился перед ними и одно из стихов, которые Он говорит им. Вы все преданные Господе. И, будучи таковыми, я ценю, что вы, я считаю вас такими же уважаемыми, как Сам Господь. Конечно, будучи величайшим Вайшнавом, Господь Шива, признает их как преданным Господа. И, будучи Сам преданным, Он говорит, я вижу, что вы настолько же уважаемы, достойны поклонения, как Сам Господь. Никто не может быть так же дорог преданным, как я, говорит Господь Шива. Шива Пропаду говорит в комментарии. Я немножко пропущу здесь. Здесь говорится, что преданные Господа Кришны не относятся неуважительно к Господу Шиве, но поклоняются Ему, как самому возвышенному преданному Господу Кришне. Следовательно, когда бы преданный не поклонялся Господу Шиве, он молится ему о том, чтобы обвести милость Кришны. И он не просит никакого материального благосостояния. В Бхагавадгите говорится, что обычно люди поклоняются полубогам для материального достояния. Поскольку Господь Шива является величайшим преданным Господа, он сказал Прочетам, что он очень любит их, потому что они являются преданными Господу. Господь Шива милостив настолько не только Прочетам, но также ко всем преданным. Он не просто дороги ему, но он их уважает так же, как самого Господа, преданных Господа. Также преданные поклоняются Господу Шиве как самому великому преданному Господу, но не как самому Господу. Таково окошко. Они не поклоняются ему, как отдельному, кому-то отдельному от Господа, желая что-то от него получить. мы знаем, что есть такое оскорбление Святого Имени, считая имена Господа Вишну равными и неотличными от имен Господа Брама и Шивы. Видя Господу Шиву или мы должны видеть их. Как будет объясняться в следующем стихе Брихат Бхагаватамрита, преданные люди, которые поклоняются полубогам с таким пониманием, они могли обрести совершенство, потому что, как объясняется здесь, они могли повторять Святые Имена Господа и слышать их, они могли прославлять Святые Имена Господа в момент их смерти и благодаря их поклонению Господу и определенного полубога в связи с Ним, они могли обрести тело полубога на Вайкунхе. Это объясняется, что объясняет, что они не полубоги, они Вайкунта-Васи. И так же, как раньше объяснялось, Рукавая Свами объясняет Влагобога Ватамрите, что все, что существует в материальном мире, должно существовать на Вайкунхе. Поэтому на Вайкунхе полубоги есть в материальном мире, но их настоящие представители являются полубоги, которые живут на Вайкунхе. И такие полубоги, как Индра, Чандра, Сурья, на материальном мире, они поклоняются таким же соответствующим формам, которые обитают на Вайкунхе. Это те формы, которым они поклоняются, потому что это их сорупья, это форма Господа на Вайкунхе. И это форма, которую эти преданные на Вайкунхе принимают. Это умо непостижимо, но это объясняется немножечко дальше в Брехат Богом Ватамрите, я немножко забегаю вперед. Но это дает нам небольшое понимание, почему все эти различные формы существуют на Вайкунхе, и как мы объясняли раньше, и я не буду погружаться в это сейчас, что есть разнообразие, которое приносит удовольствие Господу. Господь очень рад видеть различные служения, различные формы, различные расы, различные отношения, на которые он откликается, и он откликается, отвечает всем этим преданным, и они все приносят ему удовольствие как Господу Вайкунхе. Мы много раз уже это обсуждали, я не буду сейчас погружаться в детали о том, как Господь как ему приносит удовлетворение эти разнообразия Вайкунхе, это непостижимое разнообразие Вайкунхе. И как мы объясняли здесь, некоторые преданные приняли тела полубогов Махапуруши, здесь есть у меня стих из Брихад Бхагаватамрита, который немножко говорит о Махапуруше. Это первая часть, первой том Брихад Бхагаватамрита, здесь описывается Господь как тысячеголовая форма олицетворения жертвоприношения, которое появляется там, мы скоро прочтем, где там. И он там обитает просто, чтобы поклонять, принимать жертвоприношения своих преданных. Как описывается в Пуруша Шукте и Ригведе в начале творения, первое жертвоприношение во Вселенной, которое было совершено, для него Господь Махапуруша предоставил все ингредиенты из собственного тела. И он лично распространяет результаты жертвоприношения для удовольствия своих преданных. На Брамологии Гопа Кумар также встретил форму Махапуруши, которую он наблюдал и замечал, что этот Господь иногда уходил покидал это место. И мы помним, что это причиняло беспокойство Гопа Кумару, когда он видел, что тот, кого он считал Господом, внезапно уходил, и Гопа Кумар чувствовал разлуку и хотел дальше отправиться на своем путешествии. На Брамологии он увидел этого Махапурушу, Махапурушу, Махапуруши описывается как воплощение Махавишны, первое воплощение Махавишны. Здесь также объясняется в том же разделе Брихад Бхагаватамрита, что Господь Махапуруши является тем, кто поддерживает материальное творение и является источником элементов и чувств. Он заполняет нижнюю половину Вселенной и из его лотос пупка растет. Лотос, на вершине которого рождается Господь Брама. Некоторые поклоняются Махапуруши и таким образом они достигают совершенства и потом они отправляются на Вайкунтху с тысячей головами в такой форме. И Нарада Муни должен был объяснить все Гобу Кумару, потому что это было то, о чем он думал, что не давал ему покоя. Привело его в полное смятение и Нарада Муни понял, что Гобу Кумар стесняется спросить. Поэтому Нарада Муни просто подошел и объяснил ему и сказал, что не думай, что все эти формы являются обычными материальными формами и видами животных или насекомых. Все это преданные, которые поклоняются Господу своему конкретному Иштадеву в этой конкретной форме. Прочту следующий стих, потому что так мы завершим эту тему. Немножко ее закончим. Следующий стих. Вейшакар Радина Тата Севатва Кишна Падабжей Йо-йо Вайкунтам Агатаха Тасья Тасья Килам Татчач Чримад Бхагаватаприям Тасмай Тасмай Пророче Та Тасмат Тат Тад Расадикам Любой, кто приходит на Вайкунтху выполняет то же самое служение лотосным стопам Кришны, которому он развел вкус к концу материальной жизни и выполняет его со всеми тонкостями в надлежащих одеждах в соответствующем облике и так далее. Ибо каждое из настроений преданного дорого сердцу личности Бога и каждое приносит наслаждение преданному поглощенному им. Комментарий Тела некоторых обитателей вайкунтхи напоминают тело мудрецов и других человекоподобных существ обезьян демонов и других. Даже в демонах есть тела. Мы говорили об этом раньше. нету демонов вайкунтхи, но есть тела демонов. Но никогда не выглядят как соответствующие им формы Господа, такие как Господь Рамачандра или Капила Дева или как любая другая его экспансия или воплощение в иных видах жизни. В этих двух стихах объяснено, почему некоторые преданные свои кунхи принимают необычный облик. Занимаясь предным служением в прежних материальных жизнях, эти вайшнавы почти достигли совершенства любви к Богу и поэтому начали демонстрировать признаки этого совершенства. Каждый из них обладал своим собственным особым настроением преданности или расой и, соответственно, формы Господа, которым были устремлены их сердца, тоже различались. А достигнув вайкунхи, эти преданные принесли свою расу с собой. И какие бы необычные формы не принимала их преданность, она в любом случае приносила удовольствие Верховному Господу. А поскольку эти индивидуальные настроения радовали Господа, они были притягательны и для самих преданных, которые их демонстрировали. Соответственно, преданным не хотелось от них отказываться. Очень важно. мы это уже подчеркивали снова и снова в отношении Гопа Кумара. Поэтому мы читали, когда мы читали эти стихи про Гопа Кумара, мы всегда объясняли настроение и медитацию и описывали Галлоку. Потому что мы знаем, что Господь доволен, когда кем бы то ни было, кто служит Ему чисто. И когда преданный служит чисто Господу и Господь этим доволен, то почему бы преданному не испытывать это счастье? Зачем ему тогда бросать это тело, эту форму служения? И мы приводили пример Мурари Гупты, как он поклонялся Господу Рамачандре. И Господь Читания прославил Мурари Гупту. Он сказал, «Удача в тот человек, который не бросает своего господина, кто так привязан к нему, и удача в тот человек, чей господин тянет его за волосы обратно к себе». И Хануман, как Мурари Гупта, говорил, что «Как же я могу бросить моего господина, как я могу перестать быть Хануманом? Он так доволен моим служением, как же я могу бросить его?» Таково настроение каждого преданного на Вайкунхе также. Господь доволен их чистой преданностью, и они достигли совершенства, потому что они принесли Господу удовольствие. Как же они могут бросить эти формы? Рад Господь так доволен. Но в случае Гупта Кумара мы объясняли, что он тоже не бросил свою форму. как сильно не пытались жители Вайкунхи переубедить его, даже сам Господь Нарайана пытался убедить его в этом, но он не оставил свое тело. Он его, мы знаем, что он просто испытывал его, Господь Нарайана, Нарайана, чтобы Гупта Кумар стал более квалифицированным для того, чтобы войти на Галоку. Я не договорил эту мысль и комментарии, которые я читал здесь. Мы остановились. А достигнув Вайкунхи, эти преданные принесли свою расу с собой, и какие бы необычные формы не принимала их преданность, она в любом случае приносила удовольствие Верховному Господу. А поскольку эти индивидуальные настроения радовали Господа, они были притягательны и для самих преданных, которые их демонстрировали. Соответственно, преданным не хотелось от них отказываться. Всякий раз, когда бы не пожелал Верховный Господь, некоторые из Его преданных подражают мирской деятельности Индры, Чандры и других полубогов, даже на Вайкунхе. В конце концов, на Вайкунхе есть все, что существует на свете в своей форме свободной от всякой скверны. для разнообразия своих игр на Вайкунхе, когда Господь этого желает, некоторые преданные имитируют деятельность Индры на земле. Может быть, некоторые, я не могу спекулировать, может быть, это некоторые, конечно, эта игра относится к Галлоке, когда Господь Кришна поднимал холм Гаватхана. И также на Галлоке тоже есть Господь Индра, который имитирует, подражает Индре, который живет в материальном мире, один из полубогов. Но это не тот самый Индра, это совершенный Индра. Это жители Вайкунхи, жители духовного мира. Некоторые преданные имитируют материальную деятельность Индры, Чандры и других полубогов, даже Вайкунхи, как, например, Брама, когда он воровал мальчиков-послушков. И мы также говорили об этом на днях. что Брама находится в Двараке, когда Кришна упал в обморок, и Брама сделал так, чтобы Баларама и Кришна на спине Гаруды оказались. И что же он там делал в Двараке Брама? Но это был Брама, который достиг совершенства. Это не был Брама из материального мира, это был совершенный Брама, душа, достигшая совершенства. Все они на Вайкунхе, потому что, в конце концов, все, то, что существует в материальном мире, можно найти на Вайкунхе в своей очищенной форме. Таково объяснение. Это что-то, над чем можно поломать голову. я думаю, я думаю, здесь мы остановимся. Я пытался сейчас осветить те моменты, которые в прошлый раз не объяснил, и в следующий раз мы начнем со стиха в субботу 147-го, и те, кто хотят немножко повторить жалпу. Мы немножко вместе поповторяем несколько кругов. Здесь закончим. Спасибо большое, дорогие преданные. Шилла Павпада вернулся, забыл отметить. У него новый свитер, новый чадо. Немножко похолодает в Майпуре, так что его надели в замечательную одежду, в охородную погоду. Очень благодарен Аштасаки Деви Даси. Это преданная, которая изначально божество, которое мне дали в Киеве изначально было сделано из бронзы, и Аштасаки вызвалось покрасить это божество. Мне писали многие люди и спрашивали, где вы взяли такое божество, Шилла Павпада. оно было сделано специально преданным из Киева, тем же самым преданным, который сделал скульптуру Шилла Павпады, входящую на Джалатуты на 50-летие. И второй монумент стоит в Бостоне в 2019 году, туда поставили, как он сходит с Джалатуты, а это божество мне подарили на день рождения, этот же самый преданный, и Аштасаки его покрасила, и мне кажется, что такого же, как это божество, просто нету. Если кто-то думал об этом, только один такой Павпада. Она сделала ему шапочку, потому что холодает, и чадар, и свитер, поэтому его не было несколько дней, но он вернулся. Здесь закончим. В среду лекция на русском, всего пинал русском. прабу- нитянанда, си-двэти- гадар-дхар- сива- сири- горна- бакта- ха- 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 Рама Рама, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Рама Рама, Hare Hare Адловися, Шила Пабху Паде